Куриные крылышки. Готовить мы их будем сегодня вот в такой красивой, хрустящей, чесночной парнировке. Берем крылья, моем, очищаем от перьев. Если у вас очень крупные крылышки, разрезайте их пополам, обрезайте крайне острые вот эти фаланги, они нам сегодня не нужны. У меня крылышки не крупные, я их оставлю вот в таком состоянии, как они есть. Курицу подготовили, теперь нам нужно ее подсолить немножко. Просто вот так вот всыпаем соль, также немножечко поперчим. И все хорошенечко перемешаем и оставляем в сторонку. Берем сливочное масло, нам нужно его теперь растопить. Растапливать можно любым способом, я буду растапливать не колонок. Пока масло у меня растапливается, я возьму чеснок, нужно почистить и выдавить через пресс. Масло у меня растопилось, я выдавила чеснок. Теперь отправляем чеснок к маслу, перемешиваем. Берем небольшой пучок петрушки и нам нужно его мелко нарезать. Я мелко порубила петрушку. Теперь берем удобную нам виску, тарелку, где будем делать нашу померёвку. Перекладываем туда порезанную петрушку, всыпаем туда сухари, также всыпаем сыр. Сыр у меня сегодня пармезан, уже натертый. Добавим туда немного красной паприки сладкой, немного добавим соли, потому что курицу мы уже подсаливали. Сыр тоже слегка солёный. Всё, наша померёвка готова. В это время у меня уже разогревается духовка, всё делается очень быстро, поэтому духовку разогреваю заранее. И всё, начнём теперь делать нашу курицу. Я застелила противень пергаментной бумагой. И теперь будем брать курицу, наши крылышки. Обмакиваем в сливочное масло. Я делаю прямо рукой. Сделайте, как вам удобно. И сразу перекладываем в панировку, обваливаем тщательно и выкладываем на пергаментную бумагу. Вот так я выложила крылышки на противень. И теперь отправляю в духовку. Духовку, как я говорила, разогреваем на 180 градусов и отправляем крылья на часик. У меня крылышки привели в духовке ровно час, они готовы. По этому рецепту готовили, наверное, почти все наши мамы. Очень простой рецепт. Ну, крылышки получаются просто бесподобные. 10 килограмм крылышек я их уже помыла, почистила. Ничего, обрезать и разрезать я не буду. Буду использовать со всеми тремя фалангами. Помыли, слегка примакнули курицу. Отличные влаги. Одни из главных таких ингредиентов, это у нас будет майонез. Берем майонез хорошего качества. Берем 3 столовые ложки. Также возьмем 2 полные столовые ложки любого томатного соуса. Это берите тот, который вы больше любите. Сюда же добавляем черный перец. Можно взять на свое усмотрение. Я беру не очень полную чайную ложку. Сюда же мы добавим немного для остроты острого красного перца. Возьмем также красную паприку. У меня подкопченая. Можно взять простую. Также нам потребуется горчица. У меня горчица острая. Я беру 1 чайную ложку. Теперь нам осталось выдавить туда чеснок. Чеснока я беру вот такую небольшую горсть. Это примерно вот такая небольшая чесночина. Выдавили чеснок. Теперь нам осталось только посолить нашу курицу. Я беру неполную, без большой горки соли. Чайную ложку. И теперь хорошенечко все перемешиваем. Накрываем пленочкой. И оставляем нашу курочку, в данном случае крылышки, мариноваться где-то около часа. У меня прошел час. Теперь перекладываем нашу курочку уже в форму, в которой будем ее запекать. Форму смазывать ничем не нужно. Перекладываем в один слой. В это время я уже включила духовку. Духовку я разогреваю на 180 градусов. И ставим нашу курицу, в данном случае наши крылышки, в духовку на минут 55, на час. Уже следите за своей духовкой сами. Прошло 55 минут. Крылышки готовы. Вот такие румяные, красивые они получаются. Выбираем на блюдо. Подаем с любимым соусом или с любым гарниром. Крылышки мы будем готовить не в духовке и не на сковородке, а будем готовить в аэрогриле. Для начала хорошо помоем крылышки, почистим от перышек. И нам, я это уже сделала, и нам нужно поделить их на фаланги. Вот эту крайнюю третью фалангу, тот самый тонкую, мы использовать не будем. А вот эту поделим пополам по суставу. Сделили крылышки, теперь нам нужно хорошенечко их примакнуть от лишней влаги. По моим наблюдениям, чем меньше воды останется, тем крылышки получаются сочнее. Так как гриль начинает работать, перед тем, как он начнет их запекать, если будет вода, он будет выпаривать сначала воду, и заодно будет уходить сочность от крылышки. Для маринада нам потребуется соль. Я беру на это количество курицы, где-то чайную ложку, чуть больше. Добавим чайную ложку сухого чеснока. Для остроты я использую хлопья острого перца. Это добавляем на свой вкус. Также я добавлю чайную ложку сухого орегано. Я беру микс перцев. Также перчим это все на свой вкус. Также я возьму горчицу. Горчица у меня цельнозерновая. Беру полную чайную ложку. Теперь беру столовую ложку копченой паприки и добавлю туда одну столовую ложку галазамического уксуса. Все. Нам осталось все хорошенечко перемешать. Накроем пленочкой и оставим мариноваться на полчаса. Прошло полчаса. Крылышки замариновались. И теперь приступим уже к готовности. Температуру я для начала выставляю самую высокую. В моем случае это 200 градусов. Теперь выкладываем курицу прямо в чашу. К сожалению, минус моего аэрогриля это именно его объем. Есть аэрогриль объемом до 3 литров, я знаю. У меня объем небольшой. Но вот на это количество крылышек как раз мне достаточно. Перекладываем. Не бойтесь, ничего не слипнется. И теперь отправляем уже наш аэрогриль. Температуру оставляем ту же 200 градусов. И выставляем время на 20, пока 5 минут. У меня прошло 5 минут. Теперь хочу обратить ваше внимание. Теперь я уменьшу температуру до 180 градусов. Именно принцип работы в аэрогриле, жаркие в аэрогриле, в том, что вначале нам нужно хорошо запечатать мясо, которое мы жарим. Будь то курица, крылышки, ножки, бедрышки. Запечатываем вначале при высокой температуре. Просто курица будет меньше терять именно своей сочности. И она останется более мягкой и сочной. И теперь при 180 градусах я оставляю еще на 10 минут. Пускай она спокойненько жарится. Всегда можете открыть, посмотреть, что там творится. У меня не прошло еще 10 минут. Но я хочу немножко помешать. Можно повернуть вручную. Можно вот так вот просто встряхивая, чтобы они перевернулись. И теперь вставляем и продолжаем жарить дальше. Таким способом мы можем несколько раз их помешать. Вот такие крылышки у меня получились. Они готовы. Субтитры сделал DimaTorzok